В этом дворе будто стало больше жильцов. На улице Александра Радищева за это лето появилось новое современное пространство для отдыха. Это была весна. Заросшая территория. Вместе с главой Бийска Виктором Щигревым ход работ проверил губернатор края Виктор Томенко. Здесь все то, что жители планировали, хотели, мы здесь реализовали. Потому что голосование было, как Синиферин сказала, еще несколько лет назад люди хотели, но в прошлый год они объединились и проголосовали. И принимали участие в разработке проекта. Так здесь появилась детская и спортивная площадки, лавочки и дорожки. Осталось установить малые архитектурные формы, завести землю, высадить газон, кустарники и деревья. Чтобы больше было зелени в городе, ведь согласны? Летний строительный сезон еще продолжается, поэтому многое по городу еще будет сделано. И в рамках программы дорожных работ, и в рамках доведения до ума этих объектов, которые по комфортной городской среде делались, да и многое другое. Я думаю, что, наверное, мы должны быть удовлетворены самим подходом, как в этом году в Бийске все эти работы были организованы. Важно очень вовлечение самих жителей города. Мне отрадно отметить, что в этом году, вот у нас с начала сентября уже по дворам вся работа закончена, причем закончена месяц назад. А местные власти тем временем готовятся к следующему году. Адреса территорий, которых только ждет обновление, уже известны. Это Молодежный сквер и Парк Победы. Это символично, и на самом деле это так, что много людей отдали свои голоса именно за Парк Победы, который находится у коммунального моста, то есть в этом году ремонтируется. То есть, получается, мы переходим на новый этап, ремонтируем коммунальный мост, ремонтируем общественное пространство Парк Победы. Этой осенью в Наукограде обновят 21 двор. Всего же за последние годы в городе благоустроили 371 двор и 13 общественных территорий. На эти цели из федерального и регионального бюджета было выделено 567 миллионов рублей. Анастасия Дороган, День с толком.